Команда Автопанорама Время действительно очень большой, спортивно-премиумный, как заявлял Йозеф Кабан, наш старинный друг, бывший, уже бывший главный дизайнер Шкоды, сейчас он перешел, ну все вы знаете, куда он перешел, поэтому не будем называть. Кодиак выглядит шикарно, здесь на женевском автосалоне представлены сразу несколько премьерных версий. Ну, во-первых, это версия Scout, которая отличается обвесом пластиковым, ну не только шильдочками Scout, но и дополнительным тем самым пластиковым обвесом. Сказать, что у Кодиака много различных модификаций, это ничего не сказать, но обратите внимание на эту версию, которая представлена здесь на стенде Женевы, она отделана под натуральное дерево. Вот, это, конечно, пластик, но пластик, который проработан и выглядит, как такой мореный дуб. Мы внутри Шкоды Кодиак, комплектация, точнее модификация Scout. Вы видите, как проработаны детали. Коробка DSG, полный привод. Действительно, модификаций Кодиак достаточно много, но мне бы хотелось остановиться еще на нескольких премьерах. Премьера также можно назвать Шкоду Рапид. Вот здесь представлен Рапид Спейсбэк, нас интересует, конечно, в первую очередь Рапид в кузове, ну, это не совсем даже седан, это лифтбэк. Напомню, что здесь тот самый огромный багажник, вроде как и хэтчбэк с точки зрения практичности, но и седан с точки зрения внешнего вида. Проработка деталей, да, что же изменилось? Изменились фауры головного света и изменились опции внутри. Опции в комплектации Шкода Рапид, я думаю, что они будут в ближайшее время доступны и для белорусского рынка. Еще одна интересная премьера, это Шкода Октавия. Мы с вами идем на премьерный стенд, здесь обязательно есть уголочек, обычно стоят девушки, но это хорошо, мы сейчас не будем отвлекаться на девушек. А посмотрим поближе на новое направление, это не просто новая обновленная Шкода Октавия, не просто обновленная Шкода Октавия РС, Обратите внимание на эти три цифры, 245, это первая ласточка еще одного направления Шкоды, конструкторов Шкоды, которые будут делать, благо побед в чемпионате мира в Урале достаточно много, будут делать серию 245. Чем отличается она внутри, давайте посмотрим. Проработка черной алькантары, это даже не кожа, очень приятная на ощупь, мягкая, с красной прострочкой, с логотипами WRC, рулевое колесо, перфорированной кожей, с красной ниткой отделки. Также красная отделка практически везде, на ручке стояночного тормоза, на кулиске переключения передач, здесь коробка DSG. Машина выглядит в красном цвете очень-очень ярко, эффектно. Ну и еще одна интересная модификация, также рестайлинговая обновленная Шкода Октавия, которая тоже должна вот-вот появиться и в Беларуси, перед нами Шкода Октавия Скаут. Скаут это направление модельного ряда Шкоды, которые представляют собой более подготовленные автомобили для бездорожья, ну для легкого бездорожья. Вы видите, что здесь дополнительный пластиковый обвес, арки, пороги, не крашеные, что очень функционально и практично, потому как, ну вы сами понимаете, как только мы выезжаем на грунтовку, камешки и песок превращают вот эти элементы автомобиля, нижнюю часть бамперов, пороги, арки, просто в пескоструют, не начинают ржаветь, поэтому очень удобная функциональная опция. Здесь также элементы под дерево, пластик, но проработаны очень хорошо. Внутри обновленная Шкода Октавия выглядит, с одной стороны, лаконично, но с другой стороны, очень стильно. Специальные репортажи автопанорамы с Женевского автосалона найдите на нашем канале YouTube, также найдите наш по хэштегу ap.by, в Твиттере, в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте. Будьте с нами, делитесь, репостите, лайкайте, будьте с нами и увидимся. Ну, а прямо сейчас мы рассказали о самых интересных премьерах здесь, на стенде Шкода.